Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы очень кратенько обсудим простой, но с другой стороны очень сложный вопрос выбора между ИС-6 и Левой. Лева у вас сейчас на экране, ИС-6 сейчас выпал на продажу. Если вы посмотрите у себя в магазине, Леву с продажи еще не сняли, ну а ИС-6 поставили в продажу. У Лева еще будет продаваться 2 дня, ИС-6 будет продаваться 6 дней, ну если быть точным, то 7. Значит смотрите, и тот и другой стоят 5,5 голды и у многих есть закономерный вопрос, какой из этих двух тяжей взять себе, если нет ни того ни другого. Я знаю однозначно выбор тех, кто уже купил себе Леву, будут ли они брать себе ИС-6, к этому вернемся позже. Итак, смотрим, сравниваем 2 предложения. Что мы имеем? Лева за 5,500 имеет по большому счету только самого себя плюс легендарный камуфляж. Но легендарный камуфляж я считать не буду, потому что это просто украшение, оно ничего не дает. Кису-6 за те же самые деньги в голде дают 30 дней према, полляма серебра, обвес, легендарный камуфляж, аватар, ну штука такая ненужная, но пусть будет. ИКС-5, да, пускай на шестерку только, на ИС-6, но их 25 штук можете катать. Ну и, соответственно, то же самое, что у Левы, место в ангаре и все слоты оборудования открыты. Понятное дело, что вроде бы ИС-6 более вкусное предложение, исходя из плюшек, которые даются. Но давайте будем откровенны, вы-то машину покупаете не ради 30 дней према, не ради серебра, а ради того, чтобы машина в дальнейшем была играбельная. И вот давайте теперь разбираться в сравнении этих двух машин. Я открою характеристики ИСа-6 и давайте будем сравнивать по характеристикам его и Леву. Значит, смотрите, 1850 хп, то же самое можно сказать у Левы, 1800, но 50 хпшки как бы ни о чем в сравнении. Что касается дальнейшего. Скорость машины. Скорость машины 35 км в час. Вот они, 35 и 25 среднего. У Левы 35 вперед и 23 среднего. То есть, в принципе, тоже похоже. ДПМ у данного товарища составляет 2076. У Левы не намного выше 2180, ну 181. Короче говоря, пока идем, что называется, ноздря в ноздрю. Но вот когда мы опускаемся к вопросу орудия, тогда мы начинаем понимать, кого из них стоит действительно себе взять, если вы хотите себе играбельнее машину. Значит, смотрите. Что касается КД. Первое, с чего мы начнем, это, ну, просто-таки сразу разрывает. Потому что КД у ИСа составляет 1156. Да, там пускай со всеми оборудками, со всем остальным будет 11. Но у Левы при этом 8500 будет. То есть, уже вы выигрываете по КД. Что касается по Альфе при этом. 400 у этого товарища, у Левы не намного меньше, 310. То есть, в принципе, отбрасывая чаще КД у Левы, соответственно, вы перещеголяете его по наносимому урону. Хотя ДПМ, он, ну, одинаковый практически. Но все равно на Леве вы чаще будете шотить, значит, больше возможностей этот ДПМ реализовать по определению. Бронепробитие. Если у Левы бронепробитие 234, среднее, то бронепробитие у ИСа всего лишь 175. Что для 8 уровня, ну, это как бы совсем уныло, согласитесь. Дальше вообще просто бешеный какой-то разнос ИСа со стороны Левы. Потому что сведение у Льва 3,7. А здесь сведение 6,7. Три секунды разницы в два раза больше. Разброс на 100 метров 0,412 против 0,303. То есть, на сотню, ребят, на сотню у Левы выигрыш. Углы склонения. Да, немножечко повеселее, да, там вот 20 и минус 6. При этом у Льва 17, но вверх мы целимся редко. А вот вниз у него минус 8. А значит, от башни Левой, с учетом его бронированной башни, отыгрывать вам будет куда приятней и куда веселей. Я не знаю, знаете ли вы, что такое Лева. Но знаю точно, что я не куплю себе ИСа. Хотя есть у меня на него голда. Я мог бы его взять исключительно ради обзора. Но я не вижу смысла разменивать свой кошелек голды на то, чтобы просто купить машину ради одного видео. Ну, просто не вижу, ребят, не обижайтесь. Дело в том, что ИС на сегодняшний день абсолютно неиграбельная машина. Да, он плюс-минус нормальный по броне. То есть, если, допустим, взять Льва и посмотреть на него, то Лев, у него есть, да, там зеленые пятна. Типа там, ну, короче, найти куда пробить Леву можно. Сложно, но можно. Не буду отрицать. Что касается ИСа. У ИСа, да, безусловно, у него, его броня, вот если вот так вот в проекциях, она безусловно лучше. То есть, здесь скос нижнего бронелиста, вот здесь скосы есть, башня, вот сюда башня, честно говоря, будет биться. Здесь есть, конечно, броня, особенно приведенка, но все равно, поверьте, пробивать будут. Как только вы начинаете вот так доворачивать, вас начинают бить вот в эти места. Поверьте, сюда пробивать будут. С боков он ничем не круче Левы. Поэтому, ребят, мой выбор очень простой. У меня Лев есть. Это тяж 8 уровня, максимально дешевый и нормальный по фарму. Кстати, ребят, насчет фарма. 185 единиц фарма у Льва, у Левы, простите, и у ИСа 6 фарм 180% доходности. Поэтому сказать о том, что, допустим, там, если бы у Левы было, там, не знаю, 150, а у этого 180, окей, может быть, ради фарма попытаться там на нем лучше отыгрывать. Да, можно было бы. Но с учетом того, что он еще и фармит хуже, чем Лева, и пушка менее играбельная по всем прям показателям, особенно меня выморозил вопрос сведения в 6,7 секунды против 3,7 секунды у Левы. Ну, как бы дальше, мне кажется, разговаривать просто не о чем. Я не знаю, ребят, может, есть кто-то, кто, ну, знает ИСа не понаслышке, играет на нем постоянно, у вас получается фармить. Напишите обязательно в комментах свое мнение по поводу ИСа 6. Возможно, оно будет полезным для тех ребят, которые не могут определиться, покупать или не покупать, но или покупать Леву или ИСа, то есть нет ни той, ни другой машины. Мой же выбор однозначен только Лева, потому что Лева прощает огромное количество ошибок новичкам. На нем, в принципе, нормально можно фармить. Обзор можете посмотреть по ссылочке, которая появится вот здесь в углу в конце видео. Честно говоря, я бы рекомендовал вам искренне в выборе между этими конкретно двумя машинами взять себе Леву. Да, Лева, он морально немножко устаревшая машина, безусловно, по сравнению со всеми современными машинами, которые есть сейчас в рандоме, премиумные и коллекционные. Но поверьте, этот дед еще может. Если вы хотите посмотреть, что конкретно он может, переходите по ссылочке моего обзора, переходите по ссылочке по поводу фарма на данной машине. Ну и, соответственно, заценивайте машинку и думайте, подходит ли вам. ИСа 6 я бы остро не рекомендовал, особенно тем ребятам, у которых Лев уже есть. Пойдите по моим стопам, не берите себе ИСа 6, он ничем не лучше, чем Лева, он во многом хуже, чем Лев. Я играл на данной машине на других аккаунтах и решил, что я не буду покупать себе эту машину, ну, к себе в пользование. Просто не вижу смысла этой дурной траты денег. Это была моя личная субъективная позиция. Кто не согласен, пожалуйста, убедительная просьба, обоснованно напишите свое мнение по данной машине в комментариях к видео, как я уже сказал. Другим ребятам, кто сейчас находится в раздумьях, я уверен, ваша позиция будет интересна. На данный момент у меня все. Если вы хотите честные обзоры видеть, если вы хотите видеть честное мнение по поводу товаров в магазине, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчики для того, чтобы не пропустить новые видео. Я стараюсь ради вас и хочу кардинально отличаться честностью своих обзоров от других обзорщиков и стримеров, которые заполонили просторы Ютюба. Я не буду мочиться вам в уши и капать вам валерьяну в глаза. Я буду говорить исключительно правду про машины руками среднестатистического танкиста. Всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия.